Формула богатства. Эффективное планирование личного бюджета. Добрый день. Я Ольга Фатеева, эксперт по масштабированию бизнеса и трансформации организаций. И сегодня мы с вами погружаемся в тему, которая интересует каждого. Формула богатства через эффективное управление личным бюджетом. Мы раскроем секреты, как правильно планировать свой бюджет и управлять своими средствами, чтобы не только сохранить их, но и приумножить. Если вы еще не знаете формулу богатства, ставьте лайк этому видео и посмотрите его до конца. Без грамотного планирования легко потерять контроль над своими финансами. Почему же так важно осознанно управлять своими средствами и как это помогает достигать финансовой независимости? Представьте, что ваш доход 500 тысяч рублей в месяц. При этом вы тратите 550 тысяч в месяц на свои расходы. В случае, если в ближайшее время вы не начнете тратить меньше или зарабатывать больше, через несколько месяцев вы окажетесь по уши в долгах. Возьмем другой пример. Предположим, ваш доход 1 миллион рублей в месяц. Вы продолжаете тратить все те же 550 тысяч и у вас остается 450. Вы радуетесь, складываете их на банковский счет. К концу года у вас на счете скопится более 5 миллионов. Но угадайте, что из-за инфляции покупательская способность этих денег за год снизится на уровень инфляции. Это простые примеры, как обрасти долгами, а во втором случае, как терять деньги, даже если вы копите их на счете. Как же управлять своими деньгами правильно и какие результаты можно получить? Поговорим об основах планирования бюджета. Планирование бюджета начинается с понимания ваших доходов и расходов. Крупными мазками в первую очередь важно, чтобы ваши доходы превышали ваши расходы и желательно, чтобы доходы росли быстрее, чем расходы. Поскольку большая часть наших видео посвящена именно увеличению доходов и росту бизнеса, сегодня мы сосредоточимся на расходах и как управлять свободными деньгами. Я не являюсь профессиональным консультантом по управлению финансами, поэтому буду делиться с вами своим опытом и собственными приемами, которые я использую в жизни. Как разделить свои расходы на обязательный и необязательный? Какие инструменты могут помочь в этом? Для личных расходов я регулярно пользуюсь приложением CoinKeeper. Оно позволяет мне разделить расходы по группам и отслеживать их в течение месяца. Мне это приложение помогает с открытыми глазами смотреть, сколько денег я трачу и принимать информированные решения по перераспределению расходов в течение конкретного месяца в случае необходимости. У меня есть такие статьи расходов, как квартплата, питание, хозяйственные расходы, спорт. Это обязательные расходы. И есть бюджет на статьи развлечения и покупки. Это необязательные расходы. Я могу их перераспределять в зависимости от ситуации. Например, в конкретном месяце у меня может не быть времени на развлечение, но потребуется купить новую одежду или обувь. И тогда бюджет с развлечений я перераспределю на покупки. При этом общий объем расходов не поменяется. Формула богатства. Сегодня мы раскроем простую, но мощную формулу, которая не только помогает в управлении личными финансами, но и помогает зарабатывать больше. Вы замечали, что у нас есть склонность платить всем остальным, но обделять себя и игнорировать свои собственные нужды и желания. Куплю мужу пальто, но не поеду в отпуск. Куплю детям новые игрушки, но отложу маникюр и косметолога. Еле куплю жене шубу, а теща новый дом, а сам поезжу на старенькой машине. В конце концов, нормально же ездит и почти не ломается. Когда мы так поступаем, мы лишаем себя энергии на зарабатывание денег. Я это представляю себе так. Мой внутренний ребенок обижается. Зачем стараться, если игрушку все равно не подарят? А ведь именно этот внутренний ребенок – главный источник желаний, идей и энергии. Постепенно, обделяя себя снова и снова, мы отучаем этого ребенка мечтать и желать. Отсюда у многих возникает ступор при вопросе «А что ты хочешь? А что, так можно было?» Отсюда принцип, подробно описанный в книге Роберта Киосаки, обретает смысл. Плати себе первым. Вот его главная рекомендация. Сначала позаботьтесь о себе и своих нуждах, и вы сможете решать все другие вопросы из изобилия, а не нужды. Лично я себя регулярно ловлю на таких мыслях, где я решаю экономить на себе, чтобы позаботиться о семье или инвестировать в бизнес больше денег. И это моя регулярная работа с собой. Принимать другое решение. Что мне помогает? У меня есть фонд на хотелки. Туда я откладываю от 10 до 20% от своего дохода. А также у меня есть список маленьких и больших желаний и хотелок, на которые я этот фонд направляю при пополнении. Там есть красивая одежда, сумки, путешествия и даже машины и дома. По мере того, как я выполняю свои желания, я пополняю список новыми. Так что там всегда есть куча всего прекрасного, что меня вдохновляет на новые свершения. Также у меня есть так называемый аварийный фонд. Это сумма, которая мне потребуется для обеспечения меня и моей семьи на 12 месяцев, при условии, что в течение года я не буду зарабатывать. Когда я покинула своего последнего работодателя и начала свою деятельность как наставник и консультант, я чувствовала себя спокойно и уверенно именно благодаря этому фонду. Инструменты инвестирования. Чтобы наращивать свой пассивный доход, важно ежемесячно инвестировать долю вашего дохода. Это может быть 10, 20 или даже 50% в зависимости от вашей ситуации и плана. Главное делать это регулярно и системно. Еще раз, я не финансовый консультант, поэтому делюсь с вами своим собственным опытом. И мне очень интересно узнать ваш опыт. Поделитесь им, пожалуйста, в комментариях. Самый простой и доступный, а также безопасный при соблюдении страховой суммы инструмент инвестирования это банковские вклады. Он подходит, если сумма относительно небольшая и если вы не хотите разбираться в более сложных инструментах. Опять же, для этого инструмента не требуются профессионалы. Можно самому выбрать банк и вклад и самостоятельно все сделать. Два других наиболее популярных инструмента, и которые я использую сама, это недвижимость и фондовый рынок. Здесь я снова полностью согласна с Робертом Киосаки. И в этих двух областях я опираюсь на рекомендации профессионалов. Следует осознавать, что оба эти инструмента подходят для более долгосрочного инвестирования, и их нельзя делать на последние деньги. Грамотная комбинация этих и, возможно, других инструментов инвестирования позволяет постепенно наращивать свой пассивный доход, тем самым увеличивая число ваших источников дохода и снижая вашу зависимость от основного источника. Мышление богатых и бедных людей. В чем отличие? Бедные люди, когда в их руки попадают более или менее большие в их понимание деньги, тратят их на предметы, которые обычно не могут себе позволить. Купить дорогой телефон или супер-ботинки, а потом неделю есть гречку – вполне себе вариант. И вторая привычка мышления бедных людей – ужиматься в расходах. Мы же не можем себе этого позволить, поэтому и не делаем. Конец истории. У них не появляются мысли, а как я могу на это заработать? Им ее заменяет мысль, а как я могу на это сэкономить? Богатые люди инвестируют деньги и вкладывают их в бизнес, то есть заставляют деньги работать на себя. Они постоянно ищут новые способы расширить число или объем источников дохода, независящих от их личного времени и личных усилий. Они мечтают, загадывают смелые желания, а дальше ищут возможности заработать деньги и эти желания осуществить. И, пожалуй, третье отличие мышления и привычек богатых людей, которые еще больше умножают их богатство. Они покупают экспертизу, знания, навыки сильных профессионалов. Они не ищут, как получить услугу на халяву. Они готовы заплатить квалифицированному эксперту за знания, навыки, опыт. Тем самым они экономят время, деньги и энергию, не растрачивая их на ненужные эксперименты и личные изобретения велосипеда. Плановое управление своими средствами – это не только учет расходов, но и изменение своего мышления и привычек. Так что это целый путь к финансовой свободе и успеху. Используя принципы, которые мы сейчас обсудили, вы сможете не только сохранить, но и увеличить свое богатство. Поделитесь в комментариях своим опытом планирования бюджета и инвестирования, то есть увеличения своего пассивного дохода. Какие стратегии работают для вас? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы получать еще больше полезной информации.